мое почтение друзья под многими своими видео я часто вижу комментарии о том что раньше сотовые телефоны имели индивидуальность и оригинальный дизайн да такое можно сказать о телефонах нулевых годов но в 90-х все было не лучше чем настоящее время только вместо сенсорных лопат были кнопочные кирпичи без явных отличительных черт это были просто громоздкие и неудобные устройства и если современные лопаты хотя бы умные смартфоны то кирпичи были глупыми стюпид фонами и ничего кроме совершения звонков не умели все изменилось в 1996 году с появлением motorola стартек которая полностью перевернула рынок сотовых телефонов впервые на мировой арене появился маленький и стильный телефон стоимость аппарата на старте продаж составляла 1000 долларов сша и 1400 фунтов великобритании несмотря на то что это были огромные деньги телефон раскупали как горячие пирожки казалось бы впервые в истории сотовый телефон стал предметом первой необходимости motorola стартек привлекла внимание каждого от школьника до пенсионера и это был огромный успех сразу же после своего выхода motorola стартек демонстрировала высокий статус своего владельца многие политики звезды шоу-бизнеса и прочие влиятельные деятели пользовались этой моделью более того аппарат стал светиться в кинематографе причем не абы каких фильмах картине джеки браун с этим аппаратом ходит герой самуэль л джексона затем телефон появился фильмы крик 2 где по нему разговаривала очередная жертва а чуть позже с моторолой стартек можно было увидеть героя николаса кейджа детективе 8 миллиметров а также тома круза фильме стэнли кубрика широко закрытыми глазами и даже 2010 году в картине любовь и другие лекарства главный герой щеголяет с этой моделью все это говорит о большом влиянии этого телефона 2005 году журнал pc world назвал motorola стартек шестым величайшим гаджетом за последние 50 лет но каким образом появилась идея создать телефон раскладушку в середине 90 годов идея создать коммуникатор как у капитана кирка вдохновила мартина купера создать первый сотовый телефон однако первые телефоны были кирпичами и внешне не имели никакого сходства с коммуникатором и звездного пути лишь с выходом motorola стартек удалось создать похожие устройства да и название созвучное таким образом motorola стартек стала самым первым мобильным телефоном форм-факторе раскладушка говоря о сериале стартрек отмечу что он повлиял на выход многих современных гаджетов от ipad до bluetooth гарнитуры внешне motorola стартек выглядела просто фантастически действительно больше напоминала гаджет и звездного пути чем типичный сотовый телефон тех лет для того что было понятнее на примере motorola profile 300 я покажу как выглядел мобильный телефон тех лет и сравним его с motorola стартек я думаю что комментарии тут излишне разница просто как небо и земля как и в других сотовых телефонах тех лет motorola имеет торчащую антенну которая можно было еще больше вытянуть для лучшего приема также верхней части находится разъем для гарнитуры и динамик сигнала вызова а чуть правее расположен индикатор заряда и уведомлений хочется отметить необычное расположение аккумулятора все мы привыкли к тому чтобы получить доступ к батарее достаточно каким образом снять заднюю крышку это не относится героя сегодняшнего видео так как здесь аккумулятор расположен спереди да друзья здесь старые добрые никель металлогидридный аккумулятор страдающий эффектом памяти автономность не была сильной стороной этой модели режиме разговора заряда аккумулятора хватало на час максимум последующих модификациях модели компания решила эту проблему возможность установки двух аккумуляторов в отличие от раскладушек более позднего времени дисплей стартек располагается рядом с клавишами откидная панель занята только динамикам за всю историю этой модели было выпущено невероятное количество разных модификаций работающих в разных сетях моем случае это базовая модель стартек 3000 предназначена для работы сетях advanced mobile phone service или сокращенно амс позднее вышли версии для сетей gsm и cdma базовая модель отличалась сегментным экраном который обычно устанавливали калькуляторы более поздних модификациях были другие экраны поскольку сети амс в нашей стране не работают еще с 2009 года телефон не может зарегистрироваться в сети и показывает индикатор ns ноу сигнал также на экране можно увидеть индикатор батареи для того чтобы совершить звонок пользователь первым делом выдвигал антенну набирал номер и нажимал клавишу посыловызова как видите звонок сотового телефона в 1996 году мало чем отличался от того как это происходит в настоящее время прорезиненная клавиатура имеет зеленую подсветку клавиш очень маленький выступ что конечно же для телефона 96 года было очень необычно нажатие кнопок сопровождается тоновым сигналом что позволяло максимум избежать ошибок при наборе номера одной из самых значимых клавиш является кнопка модификатор fcn который обеспечивает доступ к некоторым функциям например нажав fcn а затем клавишу 4 мы можем получить подробную информацию об аккумуляторе также с помощью fcn можно зайти в меню и поменять сигналы вызова не забываем друзья в девяносто шестом году еще не было полифонии все на что способна моторола стартек по крайней мере ее базовая версия это обычная пеликанье помимо этого при нажатии на клавишу fcn имеется возможность установить блокировку или отключить звук вообще старые телефоны могут рассказать о себе значительно больше чем многие из нас представляют например герой сегодняшнего видео может показать свой пробег сколько часов по нему разговаривали для этого нажимаем кнопку rcl а затем 4 раза решетку итак пробег этого экземпляра составляет 4409 часов то есть жизнь он повидал и не валялся без дела конечно в 90 сотовые телефоны еще не имели столь массового распространения как в последующие годы однако запомнить и хранить память несколько десятков номеров не так уж и легко но с моторовой стартек этого делать не было никакой необходимости так как во внутренней памяти телефона можно было хранить до 20 номеров в качестве примера я наберу любой номер и попробую его сохранить для этого нажимаю клавишу сто и после появления на экране надписи location вожу любое двузначное число от 0 1 до 20 пусть это будет 14 и подтверждаю сохранение номера нажатием на сто теперь для того чтобы снова позвонить по этому номеру нет никакой необходимости его заново набирать просто нажимаю клавишу arcel набираю число в данном случае 14 и осуществляю вызов те годы компания motorola не боялась экспериментировать благодаря чему ей удалось произвести революцию на рынке сотовых телефонов помимо того что это был первый телефон с функцией вибро звонка который перекачивала в телефон из пейджера он обладал всеми свойствами которых не хватало конкурентам малые размеры и вес новый удобный форм-фактор стильный внешний вид и возможность без дискомфорта носить в любом кармане результат не заставил себя долго ждать модель разошлась тиражом в 60 миллионов экземпляров став первым массом сотовым телефоном в истории в 2004 году спустя 8 лет после первого релиза бренд стартек был возрожден до новой модели вышедшей на рынки южной кореи в 2007 году когда успех модели razer стал спадать motorola решила вновь возродить линейку принесшую первый глобальный успех компании однако войти в одну и ту же реку дважды нельзя продажи были настолько низкими что компании решили завязать с ремейками и больше не позорить этот легендарный бренд на этом все надеюсь что этот ролик вам понравился обязательно ставьте пальцы вверх только так я узнаю что делаю все правильно обязательно оставляйте комментарии к этому видео что думаете о motorola стартек помните ли эту модель задавайте вопросы также друзья если у вас есть интересные модели старых сотовых телефонов и вы можете предоставить их для съемок пишите по адресу camreview собака яндекс.ру в следующем выпуске ретроспективы я расскажу о samsung wave первом смартфоне на операционной системе бада будьте счастливы друзья и не забывайте все самое интересное еще впереди всего доброго до новых встреч Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»